Дорогие друзья, мы продолжаем нашу конференцию. И сейчас я с удовольствием передаю слово нашему лектору Александру Дмитриевичу Панову, доктору физико-математических наук, ведущему научному сотруднику НИИ ядерной физики имени Скобельского при МГУ, руководителю научно-культурного центра СЭТИ при Совете по астрономии РАН, тема лекций «Проблема СЭТИ и научная фантастика. Теория темного леса. Люци Синя». Так, меня слышно? Все нормально, значит, телефон работает. Ну, давайте я, наверное, скажу, почему именно я об этом рассказываю на эту тему. Я являюсь профессионально в основном астрофизиком, но занимаюсь всякими другими физиками тоже. Но вот в нашей Российской Федерации я в настоящее время являюсь единственным лицом, которое наделено некоторыми, ну, так скажем, административными функциями, относящимися к поиску внеземного разума. То есть вот вся эта наука, вот я ее сейчас все олицетворяю, значит, в Российской Федерации, наши связи, так сказать, с зарубежными коллегами, вот. Ну и как бы, хотя я за это денег не получаю, вот, и прав у меня не очень много, обязанностей гораздо больше связанных с этими административными функциями, но тем не менее, наверное, я действительно в настоящее время, ну, может быть, лучше других представляю, что происходит в этой области, ну, по крайней мере, так сказать, в нашей стране. Ну вот, давайте теперь... Так, я не вижу, чтобы работала указка. А где она? Я не вижу след. Еще раз. Указку? Как это? Мне же нужно показать... Нет. То есть этот кликер способен только переключать кадры, и там нет указки. А, на этом экране ее не видно. Этот экран ловит эту указку, и да, он как абсолютно черное тело подносит. Все понятно. Ну хорошо, я тогда попробую обойтись без указки, ничего страшного. Тогда я буду только как кликером пользоваться. Ну вот, вы видите тему доклада, значит, проблемы с эти и научной фантастикой, теории темного леса, лица и сыния. На самом деле, здесь будет фантастика не только лица Синицкого, упомянута. Вообще говоря, вот когда мы формулировали тему этого доклада, я еще как-то... Сначала была попытка сформулировать ее более широко, значит, упомянув там фантастику вообще. Но в момент формулировки как-то в голову ничего кроме лица Синие не пришло. А когда я стал уже готовить эту презентацию к докладу, вот это позавчера ровно было, значит, я понял, что на самом деле фантастика-то здесь лезет буквально из всех щелей. И поэтому я буду упоминать некоторых других авторов, которые просто не упомянуты здесь названием. Вот теперь, хотя речь идет о научной фантастике, я буду рассказывать о проблеме Сети как о научной проблеме. А фантастика, как я сказал, она тут появится само собой совершенно естественная. Вот, ну вот, собственно, это аббревиатура. Search for extraterrestrial intelligence. Сети, значит, поиск внеземного разума. Ну, наверное, тут все или почти все это аббревиатуру и так знают, я на всякий случай напомню. Ну, вот вы видите здесь план моей, там, что это, лекции или доклад, я не знаю, как это правильно назвать. Вот, значит, сначала я дам некое такое теоретическое введение, чтобы мы потом понимали, о чем идет речь. Вот, потом, собственно говоря, вот один из основных разделов этого рассказа будет вот этот раздел номер два, не опасно ли инопланетяльнее. Вот здесь вот будет то, что связано с творчеством Люци Синия, действительно. Потом я коротко расскажу о результатах, вот что на сегодняшний день реально мы знаем и не знаем, вот, и о перспективах. Вот примерно так будет выглядеть, значит, мое выступление. Вот, начиная с теоретического введения. Значит, как выглядит проблема с Сети сейчас? Вот, а сейчас она выглядит совершенно не так, как она выглядела еще, так скажем, где-то 12-13 лет назад. Значит, в чем была разница? Вот 12-13 лет назад было известно еще относительно мало экзопланет. Значит, экзопланеты – это планеты около других звезд. Более того, почти все экзопланеты, которые на тот момент были известны, это были так называемые горячие Юпитеры. Это, значит, огромные планеты, которые вращаются на очень маленьком расстоянии от своей родительской звезды. Там ни о какой вообще жизни, и уж тем более о разуме речи быть не может. Вот, и ситуация, значит, резко начала меняться после запуска миссии Кеплер, вот, которая обозначена. Она проработала 4 года. Вот, она занималась тем, что она искала экзопланеты методом транзитов. Значит, это очень простая штука. Вот, если у вас есть звезда, и если планеты проходят через эту звезду в своем вращении, то звезда немножечко пригасает, вот, как написано, нарисовано на этой картиночке. Вот, и этим способом это можно обнаружить. И вот, когда заработала миссия Кеплер, то, значит, немедленно пошел просто вал открытия экзопланет. Значит, стало ясно тут же, что горячие Юпитеры вовсе не являются типичными экзопланетами, а типичными экзопланетами являются планеты с массой там где-то порядка двух масс Земли, чуть меньше, чем больше. И Земля является тоже типичной экзопланетой. Вот, ну вот на 23 сентября 2021 года, это на позавчера, когда я как раз готовил эту презентацию, было уже известно 4841 экзопланета, значит, в 3578 планетных системах. Значит, 796 из них содержали много планет, ну, несколько планет известны около одной звезды. И 50% вот из открытых экзопланет имеют размер, значит, имеем меньше двух размеров Земли. То есть это Земли. Вот планета с массой там в два раза больше, чем Земля, она от Земли мало чем будет отличаться. Это, в общем, фактически будет тоже планета, на которой, в принципе, возможна жизнь, если она находится в зоне обитания. Значит, зона обитания – это такое место, значит, такое расположение орбит вокруг звезды, где не слишком холодно, не слишком жарко. Ну, грубо говоря, сейчас считается, что где вода может находиться в жидком состоянии, на самом деле эта зона может быть немножко и больше еще. Ну, в общем, таких объектов известно громадное количество. Более того, значит, выяснили совершенно, так сказать, потрясающие вещи. Оказалось, что ближайшая к нам вообще звезда Проксима Центавра, она имеет планету земного типа в зоне обитания ровно. То есть ближайшая звезда уже имеет такую планету. Ну вот, правда, эта звездная система очень не похожа на Солнце, потому что звезда маленькая – это так называемая звезда класса М5, это очень тусклая звездочка. Значит, поэтому реально, вот здесь нарисована орбита Проксимы Б, видите, вот зелененькая – это зона обитания, там видна орбита, а вот вы видите орбиту Меркурия, то есть эта орбита гораздо меньше орбиты Меркурия. Ну, и период обращения, там ее всего 11 дней, и тем не менее там нормальная температура. Ну, правда, здесь есть кое-какие осложнения. Например, вот этот красный карлик, а красные карлики очень часто бывают вспыхивающими звездами, и вот как раз Проксима Центавра, таки она вспыхивающая. Вот здесь сейчас в литературе, значит, есть обсуждение, а может ли быть обитаемая планета около вспыхивающей звезды. Значит, однозначного решения нет. На самом деле понятно, что если даже звезда вспыхивает, то, в принципе, если только не сдувается полностью атмосфера со звезды, а похоже, что она не сдувается, хотя тоже есть разные мнения, там жизнь может быть, потому что вот эта планета вокруг своей звезды обращается совсем не так, как Земля вокруг Солнца. Эта планета будет повернута к звезде все время одной стороной. Вот так, как Луна повернута к Земле. Поэтому на такой планете будет очень большое различие климатических зон. Значит, здесь будет принципиальная разница между точкой, которая все время смотрит на звезду, точкой, которая смотрит все время в обратную сторону, будет область терминатора какая-то промежуточная, и даже если происходит вспышка на звезде, ну, на обратной стороне этой планеты точно ничего не произойдет, если только не сдует с нее атмосфера. Вот этот вопрос сейчас обсуждается. Ну, так сказать, ладно, это еще не все. Среди вот этого планетного населения совершенно фантастические объекты обнаруживаются. Вот, например, система Трапест-1, так называемая. Здесь тоже тусклая звездочка. Значит, не вспыхивающая на сей раз. Вот эти тусклые звездочки бывают вспыхивающие, бывают не вспыхивающие. Так вот это вот не вспыхивающие. Недалеко от Земли, вот видите, около 40 лет всего-навсего от Земли, так там 7 планет земного типа. И из них, по-моему, 3, да, 3 планеты в зоне обитания. Вот, и при этом даже не очевидно, что на тех планетах, которые не в зоне обитания, не может быть жизни, потому что, я повторю, они повернуты к своему вот этому Солнцу одной стороной. Вторая сторона у них будет просто холодная, ну, или такая, не такая, горячая. И будут всякие промежуточные области, где, может быть, кто-нибудь может жить. Вот. То есть мало того, что вот этих самых планет земного типа довольно много, значит, экзопланет, еще встречаются, значит, страшные экзотические системы, которые просто битком забиты вот этими самыми планетами земного типа. Вот. И вот это вот поставило научную проблему поиска внеземного разума совершенно новым образом, потому что где-то там 15 лет назад было еще непонятно, много ли мест, где разум может существовать в галактике. А теперь совершенно очевидно, что таких мест просто огромное количество. Ну, вот по самым скромным оценкам, в галактике имеется не менее 10 миллиард планет земного типа, значит, в зоне обитания, а может быть, их и гораздо больше. Их может оказаться вполне и 100 миллиардов. Ну, буквально каждая приличная звезда, почти каждая, там, ну, половина, грубо говоря, на самом деле содержит такие планеты. Вот. Вот на примере Земли мы знаем, что жизнь на Земле встречается существенно везде, где она хоть как-то может укорениться. Вот от верхних слоев атмосферы, стратосферы она находится, до глубин, там, порядка 10 километров под землей. То есть она есть точно везде, где она может быть. Поэтому, скорее всего, жизнь, просто жизнь, является чрезвычайно широко распространенным явлением в галактике. Почему? Да потому что мест, где она может быть, огромное количество. Вот. Поэтому есть нормальная, так сказать, научная задача поиск прежде всего внеземной жизни. Это называется экзобиология. Ну, иногда она называется астробиология. Вот. Теперь, на нашем собственном примере мы знаем, что жизнь, по крайней мере, иногда может достигать разумной фазы. Вот. И отсюда, значит, возникает вторая, как бы, задача, которая является подзадачей. Первая задача – это поиск не просто жизни, а разумной жизни. Вот. И возникают проблемы с этим. То есть проблемы с этим – это есть, на самом деле, нормально поставленная и хорошо обосновленная научная задача. Это, значит, надо искать то, что, скорее всего, в галактике есть. Но вот предполагать, что мы совершенно в чем-то уникальное, это, на самом деле, довольно глупая идея. То есть исключить это совершенно до конца невозможно, конечно, что мы уникальны. Но, скажем, основываясь на такой странной идее, отвергать поиск неземного разума очень глупо. Вот. Это делать не надо. То есть это нормальная научная проблема. Вот. Еще можно заметить, что решение проблемы с этим, то есть обнаружение именно разумной жизни, может очень эффективно решить проблему астробиологии. Потому что, обнаружив, значит, и расшифровав послание внеземных цивилизаций, мы просто можем очень многое узнать о жизни в других солнечных системах, о которой нам просто расскажут. Вот. А другим способом до жизни на других звездах, вблизи других звезд, добраться довольно трудно. В общем, непонятно пока даже как. Вот. То есть это еще и способ решения, как бы более скромной задачи просто экзобиологии. Так что это нормальная научная проблема, но эта научная проблема, значит, имеет некоторые патологии по сравнению с другими научными проблемами. Значит, в чем тут дело? Если мы хотим чего-то найти, ну, например, там, да, потерянные часы под фонарем, то мы должны понимать, что мы ищем. Вот. Точно так же, занимаясь поисками внеземного разума, мы должны понимать, что мы ищем. Вот. Но любые, как бы, оценки показывают, что очень мало шансов найти цивилизацию, которая находится на уровне развития, похожем на наш. Значит, с вероятностью там несколько девяток. Если мы кого-нибудь и найдем, то это будет цивилизация на существенно более высокой фазе развития. Ну, тут разные есть оценки. Там это может быть обгоняющая нас вот в нашей цивилизационной эволюции там на несколько тысяч лет, а может быть на несколько сотен тысяч лет. Но это в любом случае по нашим понятиям очень-очень много, потому что мы очень-очень быстро развиваемся. Вот. И для того, чтобы искать такую странную штуку, нужно представить себе, а на что же это может быть похоже. Вот. А для того, чтобы представить себе, на что же это будет похоже, нужно, грубо говоря, представить, а на что будем похожи мы сами через несколько тысяч лет развития. И это ставит вопрос очень странным образом. Мы должны задуматься о своем собственном отдаленном будущем. Вот такая, если не наука, то сфера мысли, которая занимается нашим собственным отдаленным будущим, называется футурология. И футурология неизбежно становится частью решения вот этой научной нормальной проблемы с этим. А футурология, она как бы не очень признается как нормальная наука. И вот в этом состоит некая патология научной проблемы с этим. Ну и кроме того, оказывается, при некотором вдумчивом размышлении, что проблема с этим, она еще и по другим параметрам оказывается не вполне обычной научной проблемой, потому что у нее оказывается очень большая общекультурная составляющая. Вот наш знаменитый астрофизик Викторий Шварцман, который работал в специальной астрофизической обсерватории на Кавказе, он по этому поводу написал целую статью, которая называлась... Есть у меня тут... А вот, вот название. «Поиск неземных цивилизаций. Проблема астрофизики или культуры в целом». Вот, он тут перечислил множество разных пунктов, которые представляют из себя вопросы, выходящие за чисто научную постановку задачи. Ну вот, например, смотрите. Просто цитата из статьи. «Цель междузвездных передач отнюдь не получения новых знаний теми, кто их передает». Действительно, мы отдаем, а не получаем. Мы здесь не получаем как бы существенных новых знаний. Поэтому проблемы с этим неотделимы от проблемы самосознания внеземным интеллектом своей сущности. Видите, это уже философия. Философия начинается. Вот его ценностных установок и его цели. Вот такие вещи, как цели, ценностные установки, это все вне науки нормальной находится. И вот эта вот часть постановки проблемы, она на самом деле тоже является неотъемлемой частью проблемы с этим. Вот возникают всякие моральные императивы в рамках этой проблематики. Например, должны ли мы передавать сами или не должны? Вот как решать этот вопрос? Вот тут вот как бы начинается рассуждение именно о моральных императивах. Вот Владимир Алифевр, наш, так сказать, отечественное происхождение, астрофизик об этом много писал. Вот. И, наконец, возникает вопрос, не опасен ли контакт с неземными цивилизациями? Вообще, стоит ли этим заниматься? Надо или не надо? Вот в чем вопрос. Вот. И на самом деле получается так, что в центре проблемы с этим сейчас оказывается вопрос, который тоже как бы имеет не чисто научное значение, а имеет много таких, знаете, экзистенциальных, я бы сказал, оттенков. Это вот, и вот сейчас вся проблематика, проблеми с этим крутится вокруг вот этого самого. Вот это самое называется парадокс Ферми. Ну, по-другому он еще называется астрофизологический парадокс. Значит, что это такое? Вот смотрите, у нас, мы сейчас живем на фоне ужасно быстро развивающейся технологии. Наша технологическая цивилизация очень быстро изменяется. Вот, значит, если попытаться проэкстраполировать линейно как бы вот это вот развитие технологической нашей цивилизации, то, значит, наши предсказания будут какие? Через некоторое время мы входим в космос, значит, мы осваиваем солнечную систему, мы начинаем идти дальше, мы начинаем распространяться на другие звезды. Вот. Это вот то, что называется взрывная волна разума. Вот есть количественные оценки, сколько такая взрывная волна разума будет продолжаться, пока она не охватит всю галактику, если она вообще начнется. И это исторически очень короткий промежуток, где-то там максимум 30-50 миллионов лет. Это, ну, буквально мгновение по, так сказать, космологической шкале времени, времени, в которой существует наша галактика. Это взрыв в галактике происходит, происходит взрыв разума, вот поэтому она называется взрывной волной. Вот. А мы, ну, почти наверняка не первая цивилизация в галактике, ведь где-то миллиард лет назад, от страшно давно, условия в галактике мало отличались от того, что есть уже сейчас, и на тот момент были звезды более старые, чем наше Солнце сейчас. Первые галактики должны были образоваться, ну, миллиард лет назад совершенно точно. То есть, если их там не было тогда, это будет страшно удивительно, непонятно, почему должно было быть так. Так вот, если хотя бы у одной галактики возникла вот эта самая волна разума взрывная, то вся галактика до конца должна была быть освоена. Вот. Они должны быть здесь, просто здесь, но их здесь нет. Вот Энрико Ферми, тот, кто обратил на это внимание, он, как бы, по легенде, там, в кафетерии, где-то в Лот-Аламосе в начале 50-х годов сформулировал это утверждение, которое с тех пор называется парадоксом Ферми. Вот. Вот то, что я сейчас озвучил, это сильная форма парадокса Ферми. Почему их здесь нет? Значит, слабая форма парадокса Ферми. Почему? Ну, хорошо, нет. Но почему их хотя бы не видно и не слышно? Вот если есть очень высокоразвитая цивилизация, они должны создавать астроинженерные конструкции, но которые просто видно должно быть, а их не видно. Вот. И вот отсюда возникает очень важный вопрос. А что это значит для нас? Вот когда мы ищем внеземной разум, мы ищем внеземной разум, находящийся на гораздо более высокой ступени развития, и мы его не находим. Вот он в глаза нам не лезет. Что это значит для прогнозов относительно нашей собственной эволюции? Вот. Никто иной, как Станислав Лем, значит, был одним из первых. Значит, Станислав Лем как бы фантаст. Хотя сам себя он фантастом не считал. И я его не считаю фантастом. Потому что на самом деле фантаст, Станислав Лем не фантаст, это универсальный мыслитель, чрезвычайно высокого, такой чрезвычайно широкий, универсальный мыслитель. Вот я бы сказал, что я сопоставить с ним могу только двух других мыслителей. Это Роджер Пенроуз, с одной стороны, а с другой стороны, это наш Ахоп Назаритян, которого на самом деле мало кто знает вообще, кто это такой. Вот. Ну, я дальше не буду, так сказать, вдаваться из подробностей, возможности. Нет. Вот он был мыслитель. Вот. Он вот этот вопрос очень подробно рассмотрел в книжке под названием «Сумма технологии». Значит, первое издание было 62-го года. Я, к сожалению, в руках не читал перевод этого издания. По-моему, его нет. Потому что на русский язык было переведено издание 67-го года, которое, может быть, чем-нибудь отличалось. Вот. И он там как раз рассматривает этот вопрос. Почему мы никого не видим, и почему их здесь нет? Хотя он не называет его парадоксом Ферми, потому что в те времена, там 62-го года, об этом еще было мало что известно. Вот. И, значит, один из ответов на этот вопрос Станислава Лема был следующий. Вот этот вот путь развития, который приводит к представлению о взрывной волне разума, это фактически представление о нашем будущем как об увеличенном нашем настоящем. Это линейная экстраполяция. Вот. И Станислав Лем назвал такой путь развития ортоэволюционным. Вот это совершенно замечательная терминология, которую, на самом деле, очень удобно использовать, хотя она не так часто используется. Так вот, идея Станислава Лема была в том, что, значит, тут есть несколько возможностей, почему их не видим, в том числе путь развития в отдаленном будущем может быть не ортоэволюционным. То есть в каком-то относительно недалеком будущем относительно траектории нашего собственного развития каким-то образом резко изменится и пойдет куда-то совершенно в другую сторону, вглубь, влево, направо, может, мы в другую вселенную провалимся, Бог ее знает. Но вот наша линейная экстраполяция, она просто неверна. Вот это все очень важные соображения, которыми мы через некоторое время вернемся. Вот, теперь, значит, я просто теперь продолжу общественное такое теоретическое введение в проблему с ЭТИ. Значит, сколько их, если они тут вообще есть в нашей галактике? Как сосчитать? Значит, вот этим занимаем... На этот вопрос дает так называемая формула Дрейка. Вот Фрэнк Дрейк, это один из первых человек, людей вообще в проблеме с ЭТИ. Это первое экспериментальное исследование, я еще об этом буду говорить попозже. Он эту формулу выписал. Значит, как она, формула эта выглядит? Вот смотрите, вот НС, которая есть там величина, это количество цивилизаций в галактике, которая оценивает эту формулу. Вот, и она, значит, имеет очень простой вид. Вот это вот С, первая буква, это скорость появления разумных цивилизаций в нашей галактике в единицу времени. Но сколько их возникает новых цивилизаций в год? Ну, или там новых цивилизаций, например, в тысячелетии. Вот, и нужно умножить эту величину на среднюю продолжительность жизни цивилизации, ну, в так называемой коммуникативной фазе. Это такая фаза, когда мы ее вообще можем распознать, эту цивилизацию, как разумную цивилизацию. Потому что, может быть, мало ли, там вот пройдя коммуникативную фазу, она, может быть, просто перестает нами распознаваться, как разумная цивилизация. Бог ее знает. Вот, это очень простая формула, она как бы известная и в физике, эта формула, вот есть формула так называемого векового равновесия в ядерной физике, которая позволяет узнать, сколько есть нестабильных продуктов распада, вот, если у вас какое-то ядро там распадается на нестабильные частицы. Но в этом случае c – это количество распадов в единицу времени, а l – это будет время жизни вот этого нестабильного продукта распада. Вот так вот это вычисляется. Вот, вот это вот самые первые записи nc равнее cc умножить на l – это самая главная запись формулы Дрейка. Вот, и дальше можно вот эти множители, которые там входят, значит, разным образом расшифровывать. Ну, простейшая расшифровка состоит в том, что вот этот множитель c, количество новых цивилизаций в единицу времени, пропорциональна скорости звезд образования, сколько звезд новых возникает в единицу времени, и умноженное на α – это вероятность того, что около, там, наугад взятой звезды возникнет цивилизация. Ну, вот, скажем, там, однотысячная, да, значит, около каждой тысячной звезды потом возникнет цивилизация. Вот, беда в том, что мы r со звездочкой-то мы знаем, ну, по крайней мере, с точностью до порядка величины, а вот α-то мы не знаем. Вот, ну, и вот эта вот α-дальше может расписываться разными другими способами. Я даже не буду на них останавливаться, это не важно. Главное, что мы эту величину α не знаем. Ну, как бы, ежику понятно, что она, ну, не больше 1,1. Вот, это важно. Она может быть и гораздо меньше, она может быть 1,000,000. Но вот 1,1 – это верхний предел. И вот отсюда можно получить очень простую оценку. Смотрите, r со звездочкой известна, это порядка 10 звезд в год. Вот эта вот α меньше, чем 1,1. Значит, мы 10 умножаем на 1,1, получаем единицу. И получаем, что количество цивилизаций меньше или порядка продолжительности жизни одной цивилизации, выраженной просто в годах. Ну, вот, грубо говоря, если, скажем, средняя продолжительность жизни, там, цивилизация в коммуникативной фазе 10 тысяч лет, значит, n будет меньше, там, или порядка 10 тысяч. Ну, а реально, может быть, и гораздо меньше, там, не 10 тысяч, а всего там 10, если вот эта α не 1,1, а там 1,10,000, ну, и так далее. Вот, но на самом деле эта формула Drake, она ужасно, там, приблизительная, и там, и она критикуется со всех сторон, она уточняется многими разными способами. Но это не меняет совершенно сути дела, потому что ей действительно удобно пользоваться, ну, для того, чтобы получать оценки, хотя бы по порядку величины. Вот, и смотрите, что у нас теперь получается с этими оценками. Значит, от количества цивилизаций в галактике, которая существует в данный момент времени, зависит ожидаемое расстояние до ближайшей цивилизации. Вот здесь вот есть график такой, на котором показана связь вот по оси, значит, по горизонтальной оси абсцисс отложено количество цивилизаций в галактике, а по вертикальной оси ожидаемое расстояние до ближайшей цивилизации. Ну, вот смотрите, допустим, цивилизации в среднее время жизни цивилизации там 10000 лет вот 10 4 на этом графике вот идем вверх смотрим налево это получается расстояние световых годах получается около там 800 световых лет но 10 4 цивилизации для 10 для 10000 лет возраста это очень оптимистичная оценка значит скорее всего это на порядок который на два порядка меньше пояснюю если у нас 10 4 то лучше давайте смотреть-ка напротив 10 2 цивилизации вот это будет гораздо более реалистично идем вверх идем налево смотрим получается около пяти тысяч световых лет вот вот это вот 1000 световых лет 5000 световых лет 10 тысяч световых лет это вот и получается на самом деле ожидаемая шкала расстояние до ближайшей разумной цивилизации вот отсюда следует один очень важный вывод который вообще как очень далеко не всегда понимается всякие двусторонние контакты между цивилизациями полностью исключены вот если сигнал идет 10 тысяч лет в один конец 10 тысяч лет другой конец для того чтобы вас каля лё вам ответят через 20 тысяч лет это никуда не годится значит основа общения между цивилизациями должна быть совершенно иная это не разговор вот я к сожалению не имею возможности в этой лекции рассказывать о том что это может быть просто это не не как бы не не но это будет что-то совсем другое но смысл в передачах все равно есть это важно вот к сожалению я должен идти дальше вот теперь крайне важный вопрос вот для всех так сказать проблем которые мы дальше будем ожидать не бойтесь форму не бойтесь я вам все подробно сейчас расскажу значит это какова предельная дальность космической связи которая может быть установлена с помощью значит радио методов значит какая постановка задачи вот у нас есть две тарелки значит на одной целлю одной цивилизации у другой цивилизации одна передает другая принимает вот один передатчик два приемник вот там видите такая верхняя картиночка значит эта тарелка значит то типа то сказать такая какая есть у радиотелескопов у него есть диаметр есть площадь у этой тарелки вот и вот вопрос состоит в том с какого расстояния значит другая антенна значит другого известного размера сможет зафиксировать этот сигнал, значит, если известна мощность передатчика. Вот здесь есть несколько формул, которые показывают, как выводится ответ. Вот эти формулы на самом деле может понять любой грамотный десятиклассник. Это довольно все просто делается. Я это пояснять не буду. Значит, смотрим только на нижнюю формулу в красной рамочке. Это ответ окончательно переведен. Вот R, которая слева стоит, это расстояние, предельное расстояние связи или предельное расстояние обнаружения в другом контексте. Я сейчас просто подробно объясню, что каждый член под этим корнем означает. Но смотрите, S1 и S2 – это площадь вот этих тарелок, просто в квадратных метрах. Ничего сложного. Значит, P1 – это мощность излучателя. Тут тоже все понятно. Вот. Значит, лябда, вот эта греческая буквка, которая снизу стоит, это длина волны, на которой мы работаем. Ну, P – это P и есть 3,14. Вот. Потом дальше, ну, коэффициент K – это постоянная Больцмана. Вот это вот TNS, которая там стоит, это так называемая шумовая температура-приемник. Вот это очень важная вещь. И она, на самом деле, хорошо известна. Значит, для хорошего приемника шумовая температура определяется собственными шумами космоса. И они хорошо известны. Это 10 градусов Кельвина. То есть, это известная величина. Вот. Дельта F, который там стоит, это полоса частот. Ну, вот вы знаете, у наших обычных приемников там есть полоса приема, и есть полоса частот, в которой он работает, которая обычно несколько килогерц. Вот. Ну, это тоже, вот это Дельта F, может быть, там 1 Гц, это очень узкополосная передача, может быть, там мегагерц, это будет очень широкополосная. Вот. Чем шире длина сам полосы, тем меньше расстояние. Вот. Поэтому на узких полосах значит, проще добиться далекой передачи. Вот. И важная величина альфа там стоит. Вот это альфа, это отношение сигнала к шуму, который вы хотите получить на выходе. Вот. Для того, чтобы получить хорошую передачу информации, у вас альфа должно быть больше единицы. То есть, сигнал должен быть, по крайней мере, не меньше шума. А вот если вы хотите просто обнаружить сигнал, что он есть, достаточно иметь альфа много меньше единицы. В порядке 1 сот этого достаточно. Вот. Вот возникает, тем самым, две разные задачи. Либо вы хорошо сигнал передаете, который может прочитаться, либо вы хотите просто обнаружить сигнал, что он есть. Вот. В зависимости от этого, вы должны в оценку своих брать разные альфа. Вот все. Я все объяснил. Вот. А теперь, значит, две такие типичные, очень важные, простые оценки. Вот. На Земле уже давным-давно, с 60-х годов, существует такое устройство, которое называется Аресипский планетный радар. Он, значит, одновременно является радиотелескопом, одновременно он используется как передающая антенна для локации, на самом деле, планет Солнечной системы и там разных других объектов. Вот. У него диаметр 300 метров примерно. То есть площадь у него 10 в пятый квадратных метров. Вот предположим, что у нас есть такой передатчик с такой антенной. Мощность такая же, как у планетного радара. Это 1 мегаватт. Хорошо известная вещь. Вот. А в качестве приемника мы будем использовать такую же антенну. Вот. ничего фантастического. И посчитаем, да, полосу частот мы возьмем маленькую, 1 герц. Но волна 3 сантиметра это та реальная длина волны, на которой работает это устройство. То есть никаких фантазий. Вот. И посчитаем, какую нам это обеспечит дальность космической связи вот с хорошей передачей информации. Альфа равно единице берется. Видите? Вот. Считаем, получается 19 тысяч световых лет. Вот. То есть очень простыми средствами межзвездная связь устанавливается на любых внутригалактических расстояниях. Наша галактика, она размером всего примерно 100 тысяч световых лет. Вот возьмите вы чуть-чуть побольше тарелку и все. У вас будет обеспечена космическая связь. А вот другая очень важная задача. Давайте мы в качестве излучателя рассмотрим не специальные там планетные радары или специальный межзвездный излучатель, а просто наши обыкновенные аэродромные военные радары. Вот. С какого расстояния они будут обнаруживаться? Значит, здесь тоже есть две разные постановки задач. Либо мы хотим увидеть импульсную структуру, которую передают эти радары, либо мы хотим просто обнаружить, что они вообще есть. Грубо говоря, несущую частоту увидеть. Вот простейшая постановка задачи. Да, и будем считать для начала, что наш приемник это тот же самый аресибский телескоп. Вот. Вот смотрите, для аэродромного военного радара площадь, значит, излучателя это порядка ста квадратных метров. Ну, это размером 10 на 10 метров устройство, которое как бы легко прикручивается к машине, которая на колесах может туда-сюда ездить. Вот что это такое. Вот. Значит, приемник у нас по-прежнему, как и был, 10 в пятый квадратных метров, как аресибский лагар. Значит, мощность этих устройств это уже не мегаватт, это меньше гораздо, это примерно 50 киловатт. Реально, вот что есть, то и подставляем. Вот длина волны все тоже та же самая, 3 сантиметра используется. Полоса частот тут гораздо больше. Значит, это не один герц, это уже один килогерц. Почему? Потому что у вас импульсы передается, примерно 1000 импульсов в секунду. И вот с этой импульсной структурой, значит, неизбежно связан рост ширины полосы. Вот. Вот та же самая температура, вот эта вот самая шумовая, 10 градусов Кельвина, значит, берем альфа равно делиться, единица, получаем 4 световых года. То есть, видите, нашими средствами устройство типа планетных радаров, включая, так сказать, импульсную структуру, мог быть обнаружено со строением всего 4 световых года. То есть, если планетный радар стоит на другой цивилизации, которая находится на расстоянии там уже больше 10 световых лет, мы его не увидим. Но вот если мы ставим задачу не расшифровки импульсной структуры, а просто, так сказать, обнаружение, вот видите, в желтом квадратике, тогда альфа будет 1 тысячная, это уже будет 43 световых года, что тоже безобразно мало, потому что мы договорились, что, так сказать, шкала расстояния, с которой мы должны работать, это тысячи световых лет. То есть, нашими средствами мы планетные радары, то есть, не планетные радары, вот эти военные аэродромные радары, вот такого типа, не обнаруживаем. Вот. Но, если мы рассмотрим цивилизацию помощнее нашей, вот, которая, например, научилась летать от звезды к звезде, то им ничего не стоит построить космическую тарелку размером 30 километров. Вот. Если мы вот эти 30 километров, значит, поставим вот эту формулу и поставим задачу обнаружения, то это сразу получится 4 тысячи световых лет. То есть, с помощью вот такой тарелки, которая должна быть пустяковым совершенно делом для мощной цивилизации, наши планетные радары тоже будут легко обнаружены. Причем, практически на любых внутригалактических расстояниях. Ну, возьмите вот тарелку не 30 километров, а 300 километров, что тоже должно быть пустяками для такой цивилизации. Вот. То есть, вот такие вот вещи, они легко смогут увидеть, они, мы будем наверняка обнаружены на любых расстояниях высокоразвитой цивилизации, хотя мы пока увидеть еще никого не можем. Вот. Теперь очень важная для дальнейшего вещь. Значит, я говорил, что метод футурологии становится неотъемлемой частью, значит, методики с этим. Вот. И мы должны какие-то себе составить представления, значит, о том, чем могут быть высокоразвитые космические цивилизации. Вот. И Николай Семенович Кардашов, значит, академик, еще в 64-м году придумал, значит, простейшую, так называемую, шкалу Кардашова, которая, значит, выстраивает некую градацию из внеземных цивилизаций. Она очень простая и оказалась очень удобной для использования. Вот сейчас ей весь мир до сих пор пользуется. Значит, почему это оказалось важным? В зависимости от того, вот какая цивилизация, в этой шкале должны использоваться разные методики. Вот о чем сейчас я скажу. Значит, здесь вводится представление о цивилизациях трех типов. Первого типа, второго, третьего. Значит, что такое цивилизация первого типа, второго, третьего? Это градация по величине производства энергии. Ну, или потребление энергии, что, в общем, примерно то же самое. Цивилизация первого типа – это такие цивилизации, которые имеют энергетические ресурсы на планетарном уровне. И жизнь у таких цивилизаций происходит в основном на их родной планете, вот как мы сейчас живем. Ну, для примера. Мы сейчас производим энергию, значит, равную примерно одной десятой процента от той энергии, которая перехватывается контуром Земли от Солнца. Вот, она еще существенно меньше, чем вот эта вот вся энергия, падающая на Землю. Вот, и это то, что должно быть типично для цивилизации первого типа. Вот один процент – это уже максимум. Почему? Потому что, если будет производство энергии на планете еще больше, планета просто начнет банально перегреваться. Вот, уже даже у нас сейчас это немножко чувствуется, ну, просто совсем мало чувствуется. Вот, еще на порядок можно было бы увеличить производство энергии. Вот, цивилизации второго типа – это такие цивилизации, у которых энергетические ресурсы существенно выше вот этих самых планетарных, которые определяются, значит, потоком тепла, перехватив, солнечного излучения, перехватываем планетой. Вот, и вплоть до, так сказать, энергии масштаба, производимой родительской звездой. Вот это вот называется цивилизация второго типа. Существовать такая цивилизация на планете уже не может, потому что она просто расплавит свое плавление, да не расплавит, а просто испарит ее таким количеством энергии. Они должны жить в космосе, деваться им, потому что больше некуда с таким производством энергии. следовательно, вокруг такой звезды должны обнаруживаться обязательно астроинженерные конструкции в огромном количестве, где существует эта цивилизация, где производится вся вот эта вот самая энергия. Вот, и, наконец, цивилизация третьего типа, это, в общем, уже совсем фантастика. Это такие цивилизации, у которых энергетические ресурсы существенно выше энергетики геологической звезды, вплоть до... Напоминаем вам о необходимости соблюдения дистанции. Благодарим вас за ваше понимание. Спасибо. Вот, значит, это такие, у которых энергетический ресурс, значит, выше звезды, вплоть до, так сказать, энергетики целой галактики. Ну, от них можно ожидать там всяких космических чудес, и вообще, как бы, если бы они были, мы их бы увидели, но мы ничего такого похожего не видим, либо не можем распознать, что это они. Вот, и, значит, как я уже говорил, важность вот этого классификации в том, что возникает разная стратегия поиска. Значит, цивилизация первого типа, значит, что они могут излучать, что мы могли поймать, значит, они будут стремиться к получению максимального отношения сигнала к шуму, и поэтому они будут использовать очень узкополосные сигналы. Ну, фактически, вот, поиск ведется на частоте типа одного, на полосе типа одного герца. Вот, теперь, допустим, вот такая цивилизация хочет передавать свою информацию, но другим цивилизациям, и она не знает, где они находятся. Вот, значит, зная расстояние, вот эту шкалу расстояния до ожидаемых цивилизаций, это порядка килопарсека, вот парсек, это три световых года примерно, то есть порядка трех тысяч световых лет, значит, можно прикинуть, сколько там есть звезд, где может существовать цивилизация, но это оказывается около 10 шестой. Вот, значит, если мы хотим передавать по одному мегаватту в пучке, но вот так, как это делается как раз на Ресибском телескопе, то, значит, прикинуть легко, что для того, чтобы передавать сразу на 10 шестой звезд, нужна мощность 1 тераватт, а это сопоставимо с полной энергетикой цивилизации, значит, не получается. Значит, цивилизация первого типа не может передавать информацию в непрерывном режиме сразу на всех кандидатов. Вот это чрезвычайно важно. Или аналогично, она не может засвечивать изотропно сразу все небо. Что же она может делать? Она может только сканировать небо своим лучом, больше ничего. И отсюда какое предсказание идет по отношению к нам, что мы можем увидеть? Мы можем увидеть только краткую порцию этого сигнала, когда скан будет нас пересекать. Вот, это могут быть минуты, может быть часы, зависит от того, как они сканируют, но главное, что мы должны рассчитывать на появление, значит, короткого хроматического сигнала в случайное время в неизвестном месте. Вот, и для того, чтобы поймать такой сигнал, нужно что? Нужно мониторить все небо вот в режиме, как говорят, пишут 24 на 27. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю непрерывно. Вот, это то, что надо. Вот, допустим, мы используем другую методику, вот, которую я позже буду называть традиционной. Что это такое? Это берется подозрительная звезда, направляется на нее телескоп, и некоторое время измеряется от него поток радиоизлучения. А потом мы берем, переводим, так сказать, телескоп на другую звезду. Значит, если нам невероятно поведет, то мы, конечно, можем случайно попасть на передачу. Но, что получится, если мы ничего не нашли? А мы до сих пор ничего не находим. Что мы можем сказать относительно этой звезды в отношении существования цивилизации первого типа? Ничего! Потому что с вероятностью много-много девяток произойдет вот что. Мы перевели взгляд на другую звезду, та звезда добралась до нас когда-то своим сканом, пришел сигнал, но мы не туда смотрим, мы ее не увидим. Вот и все. Вот, вот эта вот методика, она тупиковая. Она тупиковая в отношении поиска цивилизации первого типа. Вот, совсем другое тело делает цивилизации второго и третьего типа. такие цивилизации могут поставить по своей энергетике всенаправленные маяки. Вот, значит, здесь оказывается прослушивание всего неба длительное время. Вот, если мы получаем отрицательный ответ от такого прослушивания, то мы получаем позитивный результат. Значит, в чем он заключается? Мы можем числами записать. Значит, зная чувствительность нашего приемника, мы можем оценить предельную, так сказать, мощность передатчиков в зависимости от расстояния, которое мы можем обнаружить. Если мы ничего не обнаружили, то мы говорим, что таких передатчиков цивилизации второго типа нет вообще. Вот, если они есть, то дальше. Вот, и кроме того, если мы такой мониторинг ведем определенное время, то мы все-таки можем предполагать, что передача не непрерывна, вот имеет, так сказать, какую-то скважность, она идет периодически, но мы можем оценить, значит, максимальную длительность этого периода и сказать, что да, мы могли попасть в дырку, но по крайней мере эта дырка точно больше, чем тот период, который мы наблюдали, потому что если бы она была меньше, то один из сигналов влез бы в наш период, и мы бы его увидели. Вот, позитивный результат будет. И кроме того, просмотр отдельных звезд, просто с высокой чувствительностью, вот то, что сейчас делает, он тоже в этом случае имеет смысл, потому что такая звезда должна излучать непрерывно, и вот как только мы на нее направились, мы сразу и увидим от нее сигнал. Но нужно понимать, что применяя методику одиночного просмотра одиночных звезд, мы ищем только цивилизации второго типа, никак не первого. Вот, а может их и нет вовсе, цивилизации второго типа. Вот цивилизация второго типа есть только в том случае, если путь развития цивилизации ортоэволюционной, как Лема говорил, а может он не ортоэволюционный, и цивилизация никогда не превращается в цивилизации просто второго типа. Вот, ну и кроме того, цивилизация второго и третьего типа, там какие-то астроинженерные конструкции должны быть видны просто постоянно. Вот, вот теперь, значит, мы поговорили о том, как искать, значит, как искать то, как искать это, но нужно ли еще что-то вообще искать? Вот вопрос, который второй возникает. Это уже вопрос, как бы не вполне научный, это вопрос, как бы какой-то там, это может быть, там вопрос морального императива, может быть вопрос, там какой-то практической вывода, к нему можно относиться по-разному, но он уже немножко лежит вне науки, потому что он, содержит себе слово нужно. Вот, не опасно ли инопланетяне, вот, то мы можем столкнуться с большими неприятностями, если мы как-то войдем с ними в контакт. Вот, вот как раз здесь возникает эта самая тематика люцусиня. Значит, вот как в обыденном сознании, а также в сознании многих апологенов опасности контактов, значит, рассматривается вопрос, почему и как могут быть опасны инопланетяне. Вот здесь есть два основных разных варианта аргументации. Значит, первый, грубо говоря, выглядит так, смотрите, если агрессивные инопланетяне не знают о нашем существовании, то они прилетят, завоюют нас или уничтожат. Вот, следовательно, ни в коем случае нельзя подавать о себе никаких сигналов, чтобы нас по ним не увидели, и уж во всяком случае не вести специальных межзвездных передач. Вот, значит, видно, что вот этот пункт один неявно предполагает возможность межзвездных перелетов, потому что они должны прилететь сюда для того, чтобы сделать нам какую-то гадость. Вот, а вторая, значит, группа, так сказать, второй тип аргументации выглядит по-другому. Значит, в свою космическую передачу инопланетяне могут вставить вредоносный компьютерный код, вот, который мы, значит, по своей глупости просто запустим, и он каким-нибудь способом захватит наши компьютеры, и что-то начнет делать нехорошее. Ну, например, они будут считать их задачи и ретрансливать их информацию. Вот, что-то вот в этом духе. Вот, поэтому нельзя заниматься и поиском даже межзвездных передач, чтобы не подхватить этот компьютерный вирус инопланетный. И уж если мы их приняли, ни в коем случае нельзя дешифровывать эти самые межзвездные передачи. Вот, и вот здесь вот не предполагается возможность переходов межзвездных перелетов, то есть, это в каком-то смысле более консервативный сценарий. Вот, вот рассмотрим пункт 1. Значит, если агрессивные инопланетяне узнают о нашем существовании, то они прилетят и завоюют, нас уничтожат. Значит, возникает вопрос, а зачем им это может быть потребоваться? Вот, значит, здесь есть две группы аргументов. Значит, первые аргументы это аргументы от получения выгоды какой-то. Ну, вот, первый вариант ответа, они захотят нас поработить. Ну, вот, как бы, вот этот вот аргумент, это, что называется, можно просто лопнуть со смеха. Мы еще в школе проходили, что нет ничего менее производительного, чем рабский труд. Вот, но это просто, просто безумие, ведь речь идет о цивилизации, которая дошла до межзвездных перелетов. Они наверняка способны делать автоматы фон Неймана, так называемые, это автоматы, которые воспроизводят свои собственные копии, тем самым они могут таким образом воспроизводить неограниченное количество рабочих рук. Вот, на коем это надо? Ну, это просто глупость невероятная. Они хотят захватить наши ресурсы, значит, наши планетарные ресурсы. Да в их собственной звездной системе есть там и пояса астероидов, и другие планеты. Там ресурсов больше, чем достаточно, даже в Солнечной системе, сколько угодно есть ресурсов, которые не на Земле расположены, на коем нужно отнимать ресурсы у какой-то там разумной цивилизации, еще с ней при этом разбираться, когда можно просто отойти в сторонку и взять, что надо. Это невероятная глупость. Они хотят захватить нашу планету и поселиться на ней, потому что им планета нравится. Ну, ладно. Но есть огромное количество планет, заведомо, которые уже пригодны для заселения, вот каковой Земля была еще там сотню тысяч лет назад, но на которой нет нормальной разумной жизни. Зачем обязательно брать на себя вот это, так сказать, заботу, разбираться с разумной цивилизацией, когда можно просто заселить нормальную, хорошую планету, где до разума эволюции не дошла. Таких планет должно быть гораздо больше, чем тех, на которых живет разумная цивилизация. В общем, ни один аргумент первой группы не проходит. Вот попробуйте сами придумайте что-нибудь разумное, это невозможно. Вот, вторая группа аргументов, это группа аргументов от страха. Значит, она как бы менее тривиальная. Вот, они видят в нас конкурентов за места обитания в галактике. Вот, они понимают, что мы их тоже воспринимаем как конкурентов, поэтому они боятся агрессии с нашей стороны, именно поэтому, хотя они хотят нас не захватить, а просто уничтожить. Вот, или захватить и уничтожить. Вот, и вот здесь вот, да, значит, вот, все это неправильно, что сейчас говорилось, хотя, на самом деле, вот, когда люди сосредотачиваются вот на этих вот пунктах, они упускают из внимания реальные опасности, которые существуют, о которых я скажу позже. Но вот это вот все, это совершенно полная чепуха. Значит, вот сейчас я объясню, почему это чепуха. Значит, тут существуют разные аргументы, и вот нельзя не остановиться на таком аргументе метафизического характера. Вот, я его называю гуманитарный метафизический аргумент против агрессивности высокоразвитого разума. звучит он так, высокое знание дается только в добрые руки. То есть, если у вас есть цивилизация с высоким знанием, она не может быть злой. Значит, это и не от фонаря написано, аргументация такая. Значит, если цивилизация остается агрессивной при наличии очень высокой технологии, агрессивность в любой форме, то она просто неизбежно самоуничтожается, не достигнут такой фазы, когда можно начать межзвездные перелеты. Вот, и цивилизация с любыми следами агрессии до межзвездных перелетов, значит, просто не доживает. Значит, есть очень много, так сказать, апологетов вот этого аргумента. Вот, в наиболее явной форме он произносится сторонниками живой этики, так называемое учения живой этики и космического мышления. есть такая вот группа мыслителей. Вот, она в очень явной форме была озвучена Иваном Ефремовым во всех его произведениях. Вот, видите, снова фантастик сама вылезает. Ну, вот, я вам напомню просто сюжеты из Ивана Ефремова. Это, во-первых, планета Зирда, значит, которая там какая-то 34-я, не помню, какая-то звездная, экспедиция там должна была, у них там рандеву была, значит, эта самая планета оказалась, нет, не помню детали, но, в общем, планета погибла от неадекватных экспериментов с ядерной энергией. Это один вариант. Другой вариант, это планета Торманс, где, значит, цивилизация зашла в катастрофический тупик, и тоже никаких там разговоров нет о межзвездных перелетах, и вообще там запрещено изучение космоса. Вот, и, кстати говоря, сам Иван Ефремов, так сказать, тоже не случайно это написал. Он был сам сторонником тоже учения живой этики. Это вот учение Елены Рерих, там вот других Рерихов. Вот, ему все это было очень близко. Вот, похожая аргументация, но не столь явную можно найти и у Стругацких, ну, и там в кое-каких других местах. Вот, но эта аргументация, она не очень надежная, потому что вот люди вам скажут, которые, значит, боятся инопланетян, ну, вы просто дурачки. Вот вы сейчас тут расслабитесь, будете думать, что все они такие добренькие, а вас вот прилетят и завоюют как раз тогда, когда вы больше всего расслабитесь. Вот, это не является доказательством, по-моему, но это хороший аргумент, я думаю, что он правильный. Вот, а вот теперь, значит, мы рассматриваем очень важный фактор, который возник на стороне тех, кто боится внеземных цивилизаций, который как раз связан с научной фантастикой. Вот здесь возникает тема Луцесеня. Значит, Луцесень, или Люцесень, написал трилогию, которая называется «Задача трех тел». Там, собственно говоря, три книжки, «Задача трех тел», «Темный лес, вечная жизнь, смерти», значит, в которой он ввел так называемую аксиоматику темного леса, аксиомы темного леса, и, в общем, по-своему, их более или менее аккуратно рассмотрев, он пришел к выводу, что нам надо прятаться, что инопланетяне будут неизбежно агрессивны по отношению к нам. Значит, вот его аргументация, его аксиомы. Значит, аксиома один. Значит, выживание является основной потребностью цивилизации. Ну, что здесь возразишь? Вот. Аксиома два. Цивилизация непрерывно растет и расширяется, но количество материи во Вселенной остается неизменным. То есть, он предполагает неявным образом во второй аксиоме, что межзвездные перелеты возможны. Иначе, что говорить об ограниченности материи во Вселенной? Вот. А дальше идет цепочка подозрений, которую он совершенно корректно описывает. Значит, что, ну, типа того, что мы будем думать, что нас завоюют, те будут думать, что мы завоюем их, поэтому будем пытаться друг друга уничтожить. Вот. Которое приводит к следующим следствиям. Значит, следствие один. Любая внеземная цивилизация должна воспринимать другие внеземные цивилизации как конкурентов и как потенциальных агрессоров. Значит, следствие два. Любая внеземная цивилизация должна пытаться уничтожить этих потенциальных агрессоров. и следствие 3, любая внеземная цивилизация должна прятаться, чтобы не выдать сюда, и уж во всяком случае не вести межзвездные передачи. Вот в этой аргументации имеется несколько ошибок, не одна, а более одной. Вот сейчас я их просто подробно рассмотрю. Значит, проще всего начать вот с этого самого третьего следствия. Вот, следствие 3 неверно. Значит, почему? Давайте предположим, что существуют внеземные цивилизации, которые могут быть вообще межзвездными агрессорами, которых мы должны бояться. Следовательно, это внеземные цивилизации, способные к межзвездным перелетам, ну или хотя бы к какому-то межзвездному воздействию, что, в общем, примерно то же самое. Вот, следовательно, вот такие цивилизации могут построить космические радиотелескопы с размерами тарелок больше 30 километров. Вот это то же самое, о чем я говорил. Потому что эта задача неизмеримо проще, чем построение любого самого простенького звездолета. Вот, и следовательно, такие цивилизации могут обнаруживать наши военные аэродромные радары с любых внутригалактических расстояний. Вот, и мы будем обязательно обнаружены. Если такие цивилизации есть, то они нас обнаружат. Следовательно, так сказать, запрещать, например, целенаправленные космические передачи совершенно бесполезно нас и так увидят. На самом деле, совершенно наоборот. Вот в космическую передачу, в принципе, можно вложить такое содержание, попытаться, которое показывает, что мы заведомо не агрессивны. Ну, например, рассказать о нас самих всю подноготную, так, чтобы этому было невозможно не поверить. Вот один из очень простых способов. Вот, так что то, что нам нужно прятать, наши межзвездные послания, ни в коем случае не передавать, это чепуха совершенно полная. То есть, вот я бы сказал так, что какая здесь возникает ситуация. Вот Луций-Синь, он другие цивилизации, значит, точнее говоря, межзвездную среду, где они живут, воспринимает как темный лес, как темный лес, в котором водятся дикие страшные звери, а мы, значит, идем по дорожке через этот лес. Но, значит, мы не просто так идем. Мы дуем в трубы, стучим в барабаны, значит, состоял страшный грохот. Это что? Это наши планеты, это наши военные аэродромные радары, которые могут быть обнаружены через всю галактику. Но Луций-Синь нам говорит, ни в коем случае не говорите АУ. Если вы скажете АУ, то вас сразу прибегут и убьют. То есть, вот аргументация выглядит таким образом. То есть, понимаете, вот последний, по крайней мере, последний третий вывод, он совершенно заведомо не верен. Вот эти вот картинки я здесь показал, просто я напоминаю о наших оценках, вот где вот эта 30-километровая тарелка, 4300 световых лет, ну а если она там 300-километровая, то это будет гораздо больше. Вот, то есть, цивилизации, которые способны совершать межзвездные перелеты, они все о нас знают. Вот от них не спрячешься, от них прятаться бесполезно. Вот, ну а теперь, значит, два других вывода, что, так сказать, мы должны опасаться того, что вообще, в принципе, нас прилетят и убьют. Вот, значит, я здесь воспроизвожу еще раз, чтобы просто было видно аксиомы темного леса. Вот они будут дальше на слайде обозначены, значит, сокращением АТЛ. Вот, и вот теперь мы аккуратно проанализируем следствие 1 и следствие 2. Следствие 3 мы уже откинули. Значит, мы будем исходить из принципов научного анализа информации. Значит, научный анализ информации основан на так называемом принципе фальсификации Карла Поппера. Это что такое? Значит, вот у нас есть гипотеза. Если гипотеза дает какие-то предсказания, которые, в принципе, может проверить экспериментом, она научная. Вот, но если хотя бы одно следствие некоторой теории или гипотезы противоречит наблюдениям, то гипотеза отвергается, она оказывается неверной. Ну и вот, значит, так, имея вот этот вот самый философско-научный фундамент, приступаем к анализам. Вот, на самом деле аксиомы темного леса просто грубо противоречат наблюдениям имеющимся. Вот, это именно то, значит, к чему апеллирует принцип Поппера. Значит, смотрите, если аксиомы универсально верны, а именно это и предполагается, то вот эти самые аксиомы темного леса верны и в отношении самых первых неземных цивилизаций, которые возникли в галактике. А ведь было когда-то такое время, когда точно никаких цивилизаций не было, а потом они появились. А потом, может быть, они достигли фазы, когда они начали межзвездные перелеты, предположим. Вот, тогда вот эти вот первые внеземные цивилизации, вот видите, у меня тут еще одна аббревиатура такая появляется, должна обязательно начать межзвездную экспансию, и это следует из аксиомы 1, из аксиомы 2. Смотрите, выживание является основной потребностью цивилизации. Самый надежный способ обеспечить выживание цивилизации, это сделать эту цивилизацию распределенной, расселить ее во многих местах. Даже если где-то что-то у вас трясется, не приведи бог, она в других местах останется. Вот, и поэтому, значит, аксиома 1 требует обязательно расселения. Аксиома 2, она обеспечивает возможность расселения. Вот, и поэтому должны начать межзвездные экспансии. Вот они начали. А дальше происходит то, что я уже упоминал в контексте парадокса Ферми. Происходит вот этот самый взрыв разума. То есть происходит практически мгновенное освоение всей этой галактики. Вот и написано, смотрите, у меня тут за 30-50 миллионов лет максимум, они не должны оставить в галактике ни одного свободного места обитания. Вот, ну и, собственно говоря, по аксиоме 2, действительно, материя должна быть исчерпанной, если ее вообще можно исчерпывать. Вот, но по мере экспансии цивилизации должны предотвращать возможность появления своих конкурентов. Это следует из аксиома 2. А самый простой способ предотвратить появление конкурента – это остановить эволюцию на планете. И это сделать чрезвычайно легко. Вот мы ее уже остановили на Земле. Мы тут стали разумной цивилизацией, вся прочая эволюция практически встала. Вот, прилетить сюда целые инопланетяне раньше, чем мы появились, мы бы здесь никогда не возникли. Но их здесь нет, а мы здесь, наоборот, есть. Вот, и это, так сказать, вот, значит, аксиомы темного леса предсказывают, что мы появиться не можем, потому что наша эволюция будет остановлена, а мы на самом деле есть. Это противоречит просто вот элементарно к следствиям из вот этих аксиомов темного леса. Вот, значит, что-то в них неверно в этих аксиомах, пока непонятно что. Значит, что же может быть неверно? Ну, вот смотрите, давайте подумаем. Вот, если бы в галактике были внеземные цивилизации, сходные к регулярным межзвездным перелетам, значит, ровно то, о чем идет речь, то тогда такие цивилизации были бы уже цивилизациями второго типа. Вот, между прочим, это заметил никто иной, как Станислав Лем. Значит, почему? Потому что энергетика межзвездного перелета приближается к энергетике родительской звезды. Вот это нетривиальный факт, но это так. Вот, то есть это должны быть цивилизации второго типа. А цивилизации второго типа должны быть заметны по многим разным признакам, в частности, по астроинженерным конструкциям. Но мы этого не видим. Значит, вывод какой? Внеземных цивилизаций, значит, выше первого типа не видно, и, может быть, их нет. Значит, откуда следует, что межзвездные перелеты просто почему-то, мы не знаем почему, то ли не практикуется, то ли невозможно, то ли что-то такое происходит, но вот просто тупо от звезды к звезде никто не летает. Вот. И возможно, что аксиомы темного леса ошибочны, так как предположение о возможности физических межзвездных перелетов вот для живых существ или, может быть, даже для роботов каких-то, невозможно. Вот. Ну и светленно предположение просто о возможности межзвездной агрессии неверно. Вот и все. То есть, другими словами, вот следуя Лему, теперь мы скажем, что ортоэволюционный путь развития, который и приводит к возможности межзвездных перелетов, на самом деле почему-то не реализуется. Ну, Бог его знает, почему не реализуется, но нет межзвездных перелетов, и поэтому смысла, так сказать, то есть аксиома Люцесения и его теории противоречат наблюдениям. Вот это вот надо понимать. Вот. Теперь, значит, вторая пункта типа аргументов – это, что в свою космическую передачу инопланетияне могут создать вредоносный код. Вот. Значит, какие здесь возражения? Вот на самом деле непонятно, зачем пытаться считать свои задачи на чужом оборудовании, когда любая высокоразвитая цивилизация может сделать автоматы фон Неймана, которые вам наплодят, там, из пояс астероидов или что там у них есть в планете, значит, неограниченное количество вычислительных устройств – это невероятно глупо. Это, во-первых, поэтому захватывать чужие ресурсы для каких-то там вычислений, да еще на расстоянии там тысяч световых лет – это просто какое-то безумие. Вот. А второе, что они хотят, например, нас заставить ретранслировать наши передачи. Вот это вот менее… свои передачи. Вот это вот менее нетривиальный путь, но на самом деле, если тут немножко подумать, вот у меня целая статья об этом написана, я, к сожалению, не могу производить детали, то в моральный императив высокоразвитой цивилизации обязательно будет входить ретрансляция чужих межзвездных посланий. Обязательно будет туда входить. Поэтому нет смысла кого-то заставлять это делать. Высокоразвитая цивилизация будет это делать строго добровольно, а если она не будет это делать, она заболеет. Вот ей плохо просто будет от этого. Так что все выглядит совершенно бессмысленно. И вообще, на самом деле, просто кооперация оказывается много полезнее и агрессиво в той ситуации, когда цивилизации не могут между собой друг к другу контактить, так сказать, непосредственно. Вот. Означает ли это, что контакты с невинными цивилизациями на самом деле совершенно безопасны? Вот нет. Ни в коем случае. Значит, почему? Смотрите, проблема с этим – это наука. Вот. А на самом деле любая наука вообще имеет свою изнанку. Вот любая наука может оказаться разными способами опасной. Вот что сплошь до рядом и происходит. Вот. И тут есть несколько возможностей, они легко просматриваются. Ну, вот, например. Знаете, отладка программ называется дебаггингом. Вот. Устройство, которое ищет ошибки в программах, называется дебаггер. Значит, название происходит от слова баг. А баг – это таракан. Ну, или просто жучок какой-то по-английски. Вот. Значит, откуда такое название произошло? Вот откуда. На заре еще развития компьютеров, они были ламповыми. Там было много, так сказать, точек, где была большая разность потенциалов. И в эти компьютеры заползали тараканы, попадали между этими потенциалами и там сгорали. Вот. Плохо было тараканам от этого. Но это не означает, что компьютер пытался и хотел убить таракана. Этот таракан сам был виноват. Он заполз туда, куда не надо. Вот. И вот мы получаем межзвездные послания. И мы очень легко можем узнать из него то, что нам не надо знать. Вот как дети мне все рассказывают, понимаете? Точно так же цивилизации на определенном уровне развития очень, может быть, не все можно рассказывать. Какая-то информация может быть опасной. Вот мы очень легко же можем оказаться в роли таракана. И вот этого реально надо опасаться. Вот здесь вот действительно надо анализировать. Вот. Но потом, вот мы привозили аргументы там, что все цивилизации, значит, что высокое знание не дается в злые руки. Значит, допустим, это правильно. Но на самом деле всегда могут быть редкие исключения. Вот мы ходим по улице и вообще, говоря, людей не боимся. Но это не значит, что среди людей, которых мы встречаем, нет маньяков. Могут быть. Вот среди цивилизаций внеземных вполне могут быть непонятные такие исключения. И мы должны их на всякий случай опасаться, хотя вряд ли это может быть правильно. Значит, что нужно делать? Значит, когда вы получаете межзвездные послания, если удалось наконец решить проблемы с этим, нужно проявить огромную осторожность. Вот. Должны быть выполнены, значит, разработаны протоколы работы с этими вещами. Вот на самом деле эти протоколы сейчас уже есть. Но они, прямо скажем, очень примитивные. Они сейчас фактически сводятся к тому, что если кто-то что-то нашел, он должен немедленно сообщить об этом всем, чтобы эта информация не досталась в частные злые руки исключительно. Вот. Вот особая проблема здесь возникает с дешифровкой посланий. Значит, в процессе дешифровки реально могут возникать опасные ситуации. Вот. Но, к сожалению, вряд ли удастся проводить вот эту дешифровку в закрытом режиме. Потому что, ну, просто чистотехнически это будет трудно осуществить. И вот что делать с этим последним пунктом, я реально не знаю. Вот. То есть надо понимать, что опасность-то есть, но она находится совершенно не в той плоскости, значит, в которой мыслил Луцесинь. И вот размышление о том, что Луцесинь нам написал, значит, отвлекает от настоящего важных вещей. Вот. Ну, теперь давайте я расскажу немножко о результатах, о перспективах, и я уже приближаюсь к концу своей лекции. Вот. Значит, обычно я в свои лекции вставляю историю с этим, но у нас сейчас тут лекция маленькая, поэтому я не буду это делать. Но, тем не менее, значит, удобно начать все-таки с истории. Вот. Значит, технически с этим началось в самом начале 60-х годов. 60-го года с проекта Озма, вот, который вел вот знаменитый Фрэнк Дрейк, тот самый, который формула Дрейка выписал. Вот, значит, что они сделали, это чрезвычайно важно, потому что вот эти вот их исследования, они имели такой, знаете, парадигмальный смысл. Вот. Они взяли две звезды всего, это была Тао, Китая, Пселонаридана. Вот. Они направили телескоп на одну звезду, посмотрели, ничего не увидели. Направили звездок на телескоп на другую звезду, посмотрели, ничего не увидели. И больше никогда туда никто не смотрел. Все на этом кончилось. Вот. Ну, в том случае было затрачено всего около 150 часов наблюдений. Вот. Но это вот ровно то, что бесполезно делать, если мы хотим обнаружить цивилизацию первого типа. Это однократный просмотр одиночных кандидатов. Вот. Это вот то, что я называю традиционной методикой. Вот. Потом последовал проект ОЗМО-2. Вот видите, уже 73-76 год. Там просмотрели 670 ближайших звезд. Тем же способом примерно. Ну, вот к настоящему времени, 2021 год, этим же самым способом однократного просмотра. Просмотрено уже несколько тысяч звезд. Я даже задоверняюсь сказать, сколько. Мне кажется, что это около 5000. Что-то в этом духе сейчас находится. Вот. И это путь, который ведет в тупик в том случае, если нет цивилизации второго типа. Потому что этим способом цивилизации второго типа обнаружить невозможно. Вот. Значит, делалось ли что-то еще? Да, делалось. Только у нас. Только в Советском Союзе это было сделано. И основная информация, которой мы сейчас владеем о наличии внеземных цивилизаций, связана именно с этим вот коротким экспериментом. Это вот что такое было. Это был проведен обзор всего неба. Ненаправленными. То есть во все стороны сразу смотрели. Ну и на самом деле широкополосными антеннами. Широкополосные значит, что они сразу нацелены на определение, на поиск цивилизации второго типа. Потому что цивилизация первого типа не будет вести передачу в широкой полосе, только в узкой. Вот. Это был 70-70-й год. Там было две, на самом деле, программы реализованы. Троицким и Кардашовым. Вот как бы результаты этой программы. Но там на самом деле для отстройки от помех антенны ставились далеко друг от друга, на расстоянии тысяч километров. По совпадениям искались сигналы как бы космического происхождения. Вот такие совпадения были найдены. Но потом просто было выяснено, что это явление нового типа. Ну, известно чувствительность приемников. И вот на основе вот этих вот передач, это всенаправленные обзоры, о которых я с самого начала говорил, удалось получить количественные оценки, сколько есть этих цивилизаций. Ну, и это количественная оценка, ее там можно по-разному формулировать. Значит, коротко, в радиусе одного килопарсека цивилизации второго типа нет. Вот. И это самый главный и практически единственный результат, который был получен за всю историю сети наблюдений. Вот. Каковы же итоги? Смотрите, вот цивилизации второго и третьего типа нет в ближайшей окрестности, в окрестности одного килопарсека. Значит, один килопарсек, это что, много ли и мало? Это ужасно мало. У нас вот поперечник галактики, это примерно 30 килопарсек. Если вы вот это вот пятнышко размером один килопарсек нарешуете, это будет вот такая галактика и вот такой маленькой пятнышко. Это вот, и мы, все, что мы знаем, что в этом пятнышке нет цивилизации второго типа. Все. Больше мы не знаем ничего. Вот. Про цивилизацию первого типа сказать нельзя вообще ничего. Поиски практически не начаты. Вот. А про цивилизацию второго типа на расстоянии больше одного килопарсека мы тоже ничего не можем сказать, потому что просто приемники были, ну, не шибко сильно чувствительные. Вот. Есть такой миф с эти, так называемые. Ученые искали, искали, никого не нашли. И поэтому и нет никаких внеземных цивилизаций. Вот. Это невероятная чепуха. На самом деле, реально состоит в том, что поиски внеземных цивилизаций, но первого типа фактически еще не начаты. Вот. Они не вышли из методической стадии. А по цивилизации второго типа, может быть, действительно нет. Вот. То есть проблема с этим, на самом деле, по существу решаться еще не начала. Вот. Можно сказать, что вообще ничего интересного не было. Так. Как у меня со временем? На пару закруглялся. Еще 10 минут можно? Хорошо. Хорошо. Да, да. Я закончил. Значит, кое-что было. Вот был так называемый сигнал ВАУ. Это был найден такой, в общем, относительно узкополосный сигнал. Там ширина, на самом деле, полосы была 10 кГц. Значит, при телескопе, при обзоре неба телескопом большое ухо. Вот. Он настолько был необычный, что вот человек, который нашел, Джерри Эммон, значит, написал ВАУ на полях этой самой распечатки. Вот с тех пор он так и называется. Вот. Значит, наблюдения были так устроены. Телескоп смотрит в одно место на небе, такая узкая полосочка, которую он просматривает, небо через нее проходит, и все, что проходит, все записывается. И вот возник вот такой вот импульс. Вот длительностью примерно минуту он был. Вот. Профиль этого импульса говорит о том, что прошел сигнал постоянной силы через диаграмму направленности. Вот. Но, к сожалению, значит, телескоп был устроен таким образом, что там была не одна полосочка, а две. Через какую именно полосочку прошел, неизвестно. Так было телескопу устроено, что нельзя было сказать. Но что поразительно, что он прошел только через одну полосочку. Если бы это был действительно постоянный источник какого-то космического шума, он должен был бы дать два пика в разные моменты времени, а он дал только один. Что это означает? Это означает, что он либо включился, либо выключился. Вот где-то в середине, между вот этими двумя полосочками. То есть это был кусок импульсного сигнала. Вот. Это просто доказано фактически. Вот. Но что на самом деле произошло, никто не понимает. Источник помех так и не был найден, хотя там что-то не предполагали про него. Повторное наблюдение, к сожалению, ничего не дали. Вот. Были наблюдения на телескопе Ари-Сиба, который в 2003 году три дня подряд давали повтор на частоте водорода, очень полезный для поиска внеземных сигналов. Сигналы. Но он был очень странный. Значит, этот сигнал выглядит таким образом, как будто он излучается очень быстро вращающимся объектом. Значит, если он излучается с поверхности планеты, то планета должна вращаться в 30 раз быстрее Земли, что как бы непонятно. А потом этот сигнал тоже пропал, и больше его не заметили. Вот он был обнаружен в рамках так называемой программы SETI at home, которая обрабатывала сигналы, принимаемые телескопом Ари-Сиба. Вот. Значит, не только радиосигналы обрабатываются. Значит, можно искать астроинженерные конструкции. Вот интересные штуки здесь случались. Вот об одной из них сообщил Алексей Архипов, такой украинский астроном. Значит, это изучались, искались экзопланеты методом транзита. Вот нашлась такая типичная планетка, видите, такие провальщики, это транзиты. Вот. И по периоду обращения как бы легко было, легко, было сразу понятно, что это горячий Юпитер. Там были глубокие провалы, значит, планета довольно большая. Период обращения вокруг звезды был, ну, близко к полутора суткам. То есть, это типичный горячий Юпитер. Вот. Легко определяется радиус этой планеты. Вот. Но звезда не показала вот таких вот покачиваний туда-сюда от того, что планета вокруг нее вращается, что дает возможность поставить ограничение на массу этой планеты. Вот. И ограничение таково, что масса этой планеты равна нулю. Она просто не определяется. Можно поставить только верхнюю границу, что она там меньше трех процентов от массы Юпитера. Вот. И это очень похоже на астроинженерную конструкцию большую. Они так, так они должны себе вести. Они сильно затмевают звезду, но они ничего не весят. Вот. Вот видите, есть такой один случай. Вот. Есть еще случай с интересными транзитами. Так называемая звезда Табби. Вот. Ее сейчас очень интенсивно и звучают. Значит, там тоже свет звезды затмевается, причем каким-то невероятно странным регулярным образом. Но вот есть гипотеза по поводу того, что это находится, что это мы наблюдаем, так называемую сферу Дайсона, в стадии то ли развала, то ли строительства. Вот. Так что ее структура меняется. Ну, Бог ее знает. Значит, сфера Дайсона, это как звезда обкладывается солнечными батареями, чтобы перехватывать весь ее солнечный свет. Вот. Ну и последнее уже совсем, что я хочу сказать. Это, значит, нельзя сказать, не сказать о межзвездном объекте Оамуамуа. Это вот что такое. Это, значит, в 17-м году, там, в сентябре-октябре месяце через солнечную систему просвистел межзвездный астероид. Значит, точно известно, что он межзвездный астероид. Его асимпатическая скорость, там, 24 километра в секунду на бесконечности, с такой скоростью он шел к солнцу. И, значит, сразу стало понятно, что мы видим что-то невероятно странное. Значит, странность была, прежде всего, ну, во-первых, это был первый точно межзвездный объект. Во-вторых, невероятно странные формы. Это была вот такая вот вытянутая штуковина. Ну, вот размер, там, разные варианты, но главное отношение осей примерно как один к шести. Значит, что здесь странного? Нет в солнечной системе таких объектов. Вот. И это сразу многих насражило. Ну, и тут же пошли, естественно, всякие спекуляции, что там пролетает космический корабль. Вот. Но дальше-то хуже стало. Значит, оказалось, что вот этот самый объект испытывает негравитационное ускорение, значит, на этапе удаления от Солнца. Значит, никто не говорит, что там работают двигатели. Это очень крошечное ускорение. Но чем оно вызвано? Вот. Значит, было рассмотрено много механизмов ускорения. Значит, тут конкурирует в основном два. Значит, либо с поверхности этого тела испаряется газ и создает реактивную силу. Но тогда этот газ было бы видно, а его не видно. Либо это солнечное давление просто, что тоже вполне может быть ускоряет этот кусок. Значит, ну тогда можно рассчитать плотность этого объекта поверхностную. И вот, значит, какие получаются оценки, что, значит, если вот один из этих двух механизмов работает, а других не видно, то плотность у АМОА меньше одной тысячной граммы на кубический сантиметр. Это что-то либо невероятно пористое, либо это не тело. Оболочка, например, какая-то. Или кусок, грубо говоря, фольги. Вот. А из оптических, как бы, оценок следует, что поверхностная плотность всего меньше, чем 5 на 10 минус 5 грамм на сантиметр квадратный. То есть это означает, что если это объект, может быть, такой объект, которым была бы наша алюминиевая фольга толщиной примерно, значит, вот 1,1 миллиметра. Вот ужасно вот это то, что летит, похоже не на звездолет. Это похоже на кусок космического мусора. Вот на что это похоже. Это похоже на обрывок фольги какой-то космической, которая в другом месте была сделана. Но на самом деле, конечно, непонятно, что это такое. К ней бы совершить космическую миссию. Вот. Но пока этого не сделано. Давайте я уже буду заканчивать. Значит, совсем коротко от перспективов. Вот я вам сказал, что сейчас постоянно используется тупиковая методика, вот эта, которая называется, которую я назвал традиционной. Значит ли это, что не делается ничего другого? Нет, конечно, не значит. Вот. Значит, сравнительно недавно, где-то году в 17-м, значит, мир и вот те, кто работает с проблемой с эти, значит, охватило, наконец, понятие, что нужны другие инструменты. И вот такие другие инструменты сейчас, во-первых, они начали разрабатываться. Вот это вот пример, как бы устройства, которое должно быть сделано в рамках проекта «Телескоп квадратный километр», вот SKA2, Square Kilometer Array. Вот. Это вот там располагаются такие штуки, которые называются фазированными решетками. Вот каждое такое устройство смотрит одновременно во все стороны. Вот. И с помощью компьютера, где формируются так называемые синтетические диаграммы направленности, которых может быть сколько угодно, значит, зависимо от того, сколько у вас компьютеров. И вот таких вот устройств будет там много, и они, в принципе, они будут просматривать все небо, но они делаются не только для проблемы с эти, они делаются для всей астрофизики. Вот. Но в том числе они смогут работать для проблемы с эти. Вот. Но, как ни странно, более быстрые успехи происходят не в области радио поиска с эти, а в области оптического поиска с эти. Оптический поиск с эти – это поиск удаленных лазеров, которые могут быть установлены, значит, на других экзопланетах. Вот. Вот есть такой проект «Панорамик с эти». Вот. Это вот такая мозаика, в общем, довольно слабеньких телескопчиков, которые будут смотреть, ну, не во все стороны одновременно, а перекрывать довольно большую область неба в одной инсталляции. А таких инсталляций на Земле можно сделать несколько, и будет перекрыта вся область неба. Ну, и вот последнее, что является, как бы, уже моей личной гордостью, это уже проект, который… Это не проект, это уже эксперимент выполняется, и уже даже частично опубликован. Это удалось приспособить методики, предназначенные для работы в области физики космических лучей, для поиска оптических вспышек. Это вот что такое. Значит, вот есть так называемые широкие атмосферные ливни, это когда в атмосферу попадает очень энергичная частица, она возникает, вызывает поток других всяких заряженных частиц, которые в частности сопровождаются вспышкой так называемого черенковского света. И вот около Байкала, значит, работает коллаборация Тайга, и в рамках коллаборации Тайги есть такой инструмент, который называется массив Тайга Хайскора. Это, значит, инструмент, который предназначен для как раз охоты, прежде всего за вот этими широкими атмосферными ливнями, но он может видеть и любые короткие вспышки света, не обязательно те, которые вызываются космическими лучами. И вот оказалось, что их очень легко отличать друг от друга. Вот смотрите, космические лучи, вот этот вид на этот массив как бы сверху, там много отдельных датчиков стоит. Вот космические лучи, они всегда вызывают пятно, как слева нарисовано, а удаленная вспышка накрывает весь массив целиком. Вот по этому параметру эти события могут отличаться. Ну и вот реально уже был обработан один год наблюдений. Значит, у этой установки очень широкое поле зрения. Это один стеродиан, это вот одна десятая часть всего видимого неба. То есть это движение в сторону всенаправленных наблюдений. А там можно еще и расширить этот массив, так чтобы у нее еще больше было поле зрения. То есть это движение как раз в нужном направлении. Так сказать, смотрение во все стороны сразу. Вот мы провели один год наблюдений, действительно нашли один кандидат. Мы искали репитеры, то есть такие точки, откуда вспышки повторяются на небе. Вот нашли одного кандидата, он кружочком обозначен. Но оказалось, что вероятность симуляции этого кандидата, так сказать, фоном космических лучей 70-80%, очень большая. То есть это, короче, случайное, скорее всего, случайное совпадение. Но мы понимаем, как должны выглядеть события. Например, тройные вот такие вот точки уже будут означать реальный кандидат в такие вот оптические вспышки. Но таких мы пока не нашли. Но у нас лежит два года необработанных наблюдений. Там размер этого массива существенно увеличивается. Поэтому фоны там сильно упадут. В общем, все это будет очень интересно. И как бы что самое интересное, что мы вот здесь вот в этой области наблюдений оказались впереди всей планеты. Вот мы первые смогли организовать вот такие вот почти всенаправленные наблюдения. Все, спасибо. Я извиняюсь, я, наверное, затянул немножечко. Александр Витальевич, спасибо вам огромное за эту замечательнейшую лекцию. И если есть вопросы, друзья, конечно же, просьба эти вопросы задавать. Я хочу сказать, что я никуда не тороплюсь. Я не знаю, как тут смысл других административных моментов. Я, наверное, добьюсь вас с микрофоном даже. Мне вот первый вопрос касается... Вот я недавно читала теорию, что мы не нашли других цивилизаций, потому что вот вы говорили, что мы не можем обнаружить цивилизации третьего типа, их было бы заметно из-за автора инженерных конструкций. Мы же, по сути, наша система, она на окраине галактики находится. А вот если они находятся, ну, условно, на другом конце диаметра галактики, вот такое может быть ведь? Это легко может быть. Значит, во-первых, это не правда, что мы находимся на окраине галактики. На самом деле мы находимся в самом удобном месте обитания внутри галактики, которое называется коротационная окружность. Значит, коротационная окружность – это такое место в галактике, где скорость обращения звезды вокруг центра галактики равна скорости обращения спирального рисунка вокруг галактики. И поэтому мы не проходим постоянно через рукава галактические. А галактические рукава – это место, где происходит звездообразование. И часто вспыхивают сверхновые звезды. А мы, значит, живем далеко от такой области, поэтому нам очень хорошо. Вот эта область находится как раз посередине радиуса галактики. То есть мы живем, можно сказать, не на окраине галактики, а в середине галактики. Вот. Ну а что касается наблюдений, значит, цивилизации там второго типа с другого края галактики, то да, мы ничего не можем про это сказать. Вот как раз результат состоит в том, что мы знаем, более или менее знаем, о том, что таких цивилизаций нет только ближе одного килопарсека. Вот. А что дальше, мы вообще не знаем. Чувствительности наших инструментов не хватает. Но вот если мы построим, скажем, вот такие вот космические тарелки, размером в десятки километров, что, в общем-то, несложно. Между прочим, современных технологий уже достаточно для того, чтобы начать делать такие штуки. То мы, конечно, резко, так сказать, поменяем порог. Вот область доступных расстояний сильно увеличится. Ну и вообще, давайте я, чтобы как бы, не то чтобы, чтобы сразу разом отвечу на много возможных аналогичных вопросов. Вот почему мы никого не видим? То есть, почему работает парадокс Ферми? Вот известно, что в настоящее время есть около 75 известных объяснений, почему это так. Вот. Ну и, конечно, их тут трудно перечислять. Но и очень часто вопросы относятся просто, вот, так сказать, вопросы относятся к одному из возможных из этих 75 уже известных объяснений. Спасибо большое. Еще вопросы, коллеги? Я задам вопросы из трансляции. Здравствуйте. Как вы относитесь к колонизации Марса? Какие, по вашему мнению, есть весомые аргументы против этого? Спасибо. Да, очень хороший вопрос. Значит, очень веский аргумент против колонизации состоит в том, что на самом деле на Марсе может быть жизнь. Это, конечно, очень примитивная жизнь. И на самом деле крайне трудно представить себе, как ее там может не быть. Вот мы знаем, что на Земле жизнь есть везде, где она может быть. И мы знаем, на что похожи эти места, где она может быть. Так на Марсе есть сколько угодно мест, вот, гораздо лучше, чем эти места. Вот, ну, там, под камнями, в пещерах, там есть жидкая вода. Вот, там должна быть бактериальная жизнь, тем более, что между Марсом и Землей, скорее всего, ну, по крайней мере, очень вероятно, есть обмен живыми спорами. Там можно много механизмов предложить, значит, как этот обмен может происходить. Ну, просто в верхней атмосфере Земли, там, живых спор сколько угодно, они должны давлением света выдавливаться в космическое пространство, и очень легко будет попадать на Марс. Вот, а если на Марсе есть жизнь, то абсолютно непонятно, что с ней делать. Во-первых, как бы, может образоваться тяжелая биологическая несовместимость между нами и вот этой жизнью на Марсе. Значит, это опасно как для нас, так и для жизни на Марсе. Вот, и вот этот вопрос, вот прежде чем обсуждать колонизацию Марсе, Марс должен быть внимательнейшим образом изучен. Вот, других возражений нет. Значит, если на Марсе никого нет, пожалуйста, колонизируйте. Другое дело, что для этого нужны совсем другие средства космические, не те, которые есть сейчас у нас. Вот, с помощью химических ракет полет на Марс человека невозможен. Значит, почему? Потому что за время полета на Марс человек получает с помощью химической ракеты сублетальную дозу радиации. Вот, на Марс прилетает глубоко больной человек, если вообще еще живой. Вот, должны быть такие средства перелета, значит, когда на Марс можно перелететь меньше, чем за один месяц. Вот, для этого нужны ядерные ракеты, которые, между прочим, в России разрабатываются. Вот, есть проект Nuclon такой, это как раз будет ядерный ракетный двигатель космический. Вот, когда получится такая космическая техника, хотя бы практическая сторона будет более-менее понятна. А сейчас, значит, вот практическая сторона непонятна, а вот с жизнью это просто беда. Вот о чем там Илон Маск думает, я понятия не имею. То есть, он должен был бы вести себя так. Он должен был бы сначала спонсировать биологические миссии, которые бы доказали, например, что на Марсе жизни нет. Вот ничего подобного он не делает. Я не знаю, о чем он думает. Да, мы тоже не знаем, о чем он думает. Но у нас, я знаю, есть еще вопрос из чата. Еще был вопрос Екатерины Георгиевны. Да, Александр Юрьевич, спасибо огромное за очень интересную лекцию. Я хотела спросить, как вы относитесь вообще к проекту Карла Сагана Сейгана, который организовал такую систему патисипаторного изучения радиосигналов из космоса. Насколько мы, как планета, можем за счет сил миллионов радиолюбителей сделать тот самый купол, который позволит нам все звездное небо сканировать в режиме реального времени 24 на 7. Я не очень понял, почему вы именно Карла Сагана упоминали. Был такой проект Шуча, он и сейчас работает такой астрофизик Шуч. У него был проект под названием... Эх, я забыл, как он называется. В общем, что-то такое многоглазое. Это, значит, предполагалось, землю покрыть сетью маленьких телескопчиков, которые в совокупности будут смотреть во все стороны сразу. И в чем тут самая главная проблема сейчас заключается? В том, что в определенный момент времени, вот, к сожалению, я не рассказывал про историю сети, поэтому детали как бы непонятны, произошел отказ от финансирования проблем сети. Вот, поэтому существуют проблемы финансирования всех вот этих проектов. Но этот проект был устроен таким образом, что он должен был самофинансироваться. То есть люди здесь должны были сами приобретать оборудование. Вот у него, у, по-моему, Поль Шуч, вот у этой команды. Вот, они должны были использовать обычные телевизионные тарелки, но большие диаметром, несколько метров, такие тоже существуют. Вот, и таких вот волонтеров должно было быть примерно 5000 человек на нашу землю, для того, чтобы реализовать этот проект. Вот, таких человек нашлось примерно 500. Вот, и на этом этот проект, к сожалению, загнулся. Вот, и как бы проблема всех других проектов тоже в финансировании, потому что государственное финансирование эта проблема не имеет. Вот сейчас максимальное финансирование идет от нашего соотечественника Мильнера, который выделил 100 миллионов долларов на 10 лет. Это, во-первых, очень мало, а во-вторых, эти деньги, ну, пока что закапываются в землю, с моей точки зрения, потому что они все тратятся на вот то, что я назвал традиционными программами наблюдения одиночных звезд. Я думаю, что это абсолютно бесперспективно. Вот это основная проблема, почему эти вещи не могут быть реализованы. Денег не хватает. Та же самая проблема, которая есть почти во всей земной науке, к сожалению. Спасибо. Здесь особенно. Я продолжу с вопросами из трансляции. Андрей спрашивает, как вы считаете, представители ближайших цивилизаций похожи на нашу человеческую расу внешне и по характеру жизнедеятельности, если допустить, что они примерно на одинаковом с нами эволюционном этапе? Я думаю, что вероятность того, что они чем-то на нас похожи, очень велика, несмотря на то, что биологическая основа может быть совершенно разной. И как бы вот эта вот гипотеза, она основана не на голом месте. Вот на Земле известно такое явление, как конвергенция, когда сходные приспособления, которые нужны для адаптации, возникают на самых разных основах. Вот. И разум, он как бы не от сырости возник. Это была определенная адаптация. Вот. Поэтому где бы разум ни возникал, он будет решать одни и те же задачи. Поэтому маловероятно, что он будет уж совсем безумно отличаться. Здесь идет как бы оптимизация одной и той же, но в каком-то смысле математической проблемы, результат будет близким. Вот. Вот этих самых разумных существ, чтобы они стали разумными, обязательно должны быть какие-то манипуляторы. То есть это будет либо там у вас осьминог, либо у него будут руки-ноги, как у нас. Ничего такого уж у нас паразит. Он должен иметь какие-то там рецепторы. Ну, может быть, он будет там воспринимать невидимый свет и инфракрасные излучения. Но все равно что-то должно быть. В общем, ничего уж безумно для нас непонятного, так сказать, не должно быть. Это трудно ожидать. Хотя, с другой стороны, да, на нашей стадии развития, да, но на очень далеких стадиях развития, далеко за нами, мы не знаем, что там будет. Это, может быть, вообще будут неживые существа в нашем понимании, а какие-то совсем другие продукты эволюции, которые как бы жизнью назвать трудно будет. Какой-нибудь симбиоз, например, искусственного разума, там, естественного тела или наоборот, Бог его знает. Спасибо большое. Есть еще вопросы, друзья? Есть? Можно мне еще один? Александр Дмитриевич, а вот мы как-то проскочили, у нас как аксиома возникла, что мы все понимаем, что такое разумное. Ну, то есть для меня разумная цивилизация вообще немножко плеоназм, потому что может ли цивилизация быть неразумной? Но вот, тем не менее, есть ли у ученых какое-то определение того, когда биологическая жизнь превращается в разумную? То есть есть ли у нас какой-то критерий, определение того, что жизнь именно разумная? Когда мы можем, не знаю, вы же тоже говорите, что у нас есть жизнь на Земле неразумная и разумная, да? Вот где этот критерий? Или это же интуитивное? Нет критерия. Понимаете, вот когда мы как бы занимаемся наукой и вводим некоторые понятия, то когда мы, если мы пытаемся дать определение этим понятиям, мы должны свести к чему-то более примитивному. Вот, но мы с чего-то должны начинать. Вот как бы разум, это с моей точки зрения, это одно из первоначальных понятий, которые не надо определять. Вот, мы будем менять свое представление о разуме по мере того, как мы будем встречаться с его другими представителями. Вот только таким образом. Ну и много таких вещей, которые бесполезно определять. Например, информация. Понятие информации, оно является абсолютно примитивным, его ни к чему нельзя свести. Поэтому даже не надо пытаться его определять. Это бессмысленная трата времени. Ну вот разум относится к таким понятиям с моей точки зрения. Да, ну и кроме того, мы уж точно не можем указать пальцем, когда, может быть, неразумный астралопитек превратился там в какого-то отчасти разумного там хомохабелиса. Вот где там эта граница лежит, но мы не можем пальцем показать. Точно так же, как мы не можем показать пальцем, где находится граница, отделяющая живое существо от неживого существа. Вот вирусы, они живы или неживы? Да черт их знает. Они похожи на очень сложную химию, и что-то в них есть от живого. Непонятно. Жизнь – это тоже понятие, которое бесполезно определять. Хотя не все так думают. Да, коллеги, спасибо большое. У меня тоже есть вопрос. У меня тоже есть вопрос. Позвольте задать, если вернуться к лице Синю, там, по-моему, в третьем романе… Дорогие гости, напоминаем вам о необходимости соблюдения дистанции. Благодарим вас за ваше понимание. По-моему, в третьем романе там земляне обсуждают идею, как можно укрыться от взора представителей других разумных цивилизаций, чтобы не быть обнаруженными. И там обсуждается так называемый проект черного домена. Но, насколько я помню, суть идеи в том, чтобы буквально всю Солнечную систему уместить с Землей, естественно, превратить в черную дыру, что-то вроде этого. И таким образом ни другие нас не увидят. Но и мы, собственно, свои крылья обрубим, потому что межпланетные перелеты станут невозможны. Мы не сможем вырваться за эту оболочку. Хотя будем получать информацию извне. Да, да, да. И мы понимаем, что это научная фантастика, но вообще теоретически возможно ли, чтобы какие-то разумные цивилизации укрывали себя какими-то подобными способами, в том случае, если им не нужна экспансия в космос? Или они не могут этого осуществить? Вы будете смеяться, но теоретически это возможно. Вот есть даже вполне научные статьи о том, что под горизонтами черных дыр могут располагаться планеты. Вот есть такие статьи, да. Но это все очень, конечно, мутно. Но вот здесь вот что надо добавить в отношении нашей реальной обнаружимости. Вот мы сейчас светим планетными, то есть не тем самым, военными и аэродронными радарами. Вот одно время было такое представление, что наше вот это свечение со временем будет уменьшаться. Значит, на самом деле совершенно все обстоит наоборот. Потому что по мере того, как мы заселяем космос, возникает проблема космического мусора и возникает проблема просто высокой населенности космоса. И поэтому наряду с аэродромными радарами уже сейчас начали развиваться космические радары, которые на самом деле более мощные, чем военные. И вот эти самые аэродромные. Вот. И поскольку космос будет заселяться вот околоземные пространства, другое все сильнее и сильнее, вот к тому, что уже есть, будет добавляться еще новый вид радиоизлучений. И чем дальше, тем нас будет обнаружить проще. И ничего с этим сделать невозможно. Спасибо большое. Но вот на этой пессимистичной ноте. А почему пессимистичной? Еще есть вопросы? О, простите. У нас еще есть вопросы. Я не согласен с тем, что это нота пессимистичная. Отлично. На этой оптимистичной ноте мы еще не заканчиваем. Диана спрашивает. Мы не одни во Вселенной, и уже было множество контактов между нами и пришельцами. Но большинство таких заявлений все же покажутся странными. Как нам раз и навсегда доказать, что инопланетяне существуют? Только их открыть. Больше никак. Вот есть такой вопрос. Немножко можно переформулировать, а более научным образом. Каким образом можно однозначно доказать, что зафиксированный нами сигнал имеет разумное происхождение? Ответ такой. Одним единственным образом. Если мы его дешифруем, извлечем из него осмысленную информацию. Вот никакого другого способа нет. Вот там импульсный характер, еще чего-то. И это не помогает. И мы уже об этом спотыкались. Вот когда пульсары открыли, может быть, многие знают эту историю, очень долго эти данные секретились, потому что думали, что это сигнал внеземных цивилизаций, оказалось, что это совершенно естественный объект. То есть должна быть извлечена смыслной информацией. По-другому доказать это невозможно. Спасибо большое. Спасибо большое. О, есть желающие. Прекрасно. Я долго думала, вообще стоит ли задавать вопрос, потому что он, скорее всего, псевдонаучный или какой-нибудь совсем неправильный. Но все-таки для собственного успокоения. Я не совсем понимаю, действительно ли наша наука настолько продвинулась, чтобы мы могли воспринять все возможные способы коммуникации или, например, излучение, которое бы издавало, издавали технологии внеземных цивилизаций. То есть все ли способы восприятия чего бы то ни было, какой бы то ни было информации у нас есть. Например, долгое время мы не могли воспринимать инфракрасное излучение или рентгеновское излучение. Все ли вообще виды излучения, скажем так, мы можем сейчас воспринять. Наверняка есть какая-то научная у этого всего обработка, но есть ли она у нас сейчас? Понятно. Ответ на этот вопрос такой. Ну, во-первых, трудно говорить о том, чего мы не знаем принципиально. Это раз. А во-вторых, обмен информацией с помощью электромагнитного излучения исключительно прост, решает все проблемы коммуникации и легко осуществим на внутригалактических расстояниях. Поэтому ничего другого просто не надо. Это очень просто сделать. Значит, даже если есть другие возможности, то, ну, скорее всего, они будут более сложными и дорогими, поэтому они не потребуются. Значит, вопрос нужно ставить так. Вот часто он ставится так. Вот в чем проблема обмена, значит, сигналами с помощью электромагнитного излучения? Значит, в том, что скорость обмена очень маленькая из-за конечности скорости света. И очень хочется иметь скорость. Вот где можно было бы реально найти преимущество? Это сверхсветовое, значит, так сказать, сигнале или что-то в этом духе. Вот здесь начинаются разные спекуляции с квантовой механикой, где там вот реально, значит, есть признаки того, что есть что-то похожее на, значит, ну, сверхсветовую скорость, только не передача сигнала по установлению корреляции. Это сопровождается пояснениями о том, что это не позволяет передавать информацию быстрее скорости света. Вот. И на самом деле, значит, короткий ответ состоит в том, что заведомо простым, как бы, я бы сказал так, наивная передача сигналов быстрее скорости света невозможна. Значит, она невозможна по той же самой причине, почему один не равно двум. Вот так можно сказать. Потому что это элементарно приводит к нарушению принципа причинности. Вот, как бы, все, кто хорошо понимает специальные теории относительности, понимают, что передача сигналов быстрее скорости света и передача сигналов в прошлое – это одно и то же. И это легко действительно показать. Но, возможно, не наивная передача сигналов быстрее скорости света. Наука это не запрещает. Значит, что такое не наивная передача сигналов быстрее скорости света. Например, вы передаете сигнал быстрее скорости света, но он принимается в другой вселенной, не в нашей. Вот это, в принципе, возможно. Вот те, кто приняли ваш сигнал, значит, начинают развиваться, ну, грубо говоря, по-другому, там, квантовому рукаву. Я, значит, не буду вдаваться в эти подробности. И вы никогда не узнаете, что там происходит. Это защищает от нарушения принципа причинности. Вот такие сверхсветовые передачи в принципе возможны, но непонятно, какой в них смысл. Потому что, скажем, вы никогда не получите ответа на свою такую сверхсветовую передачу. Зачем это надо? Вот, то есть, я хочу сказать, что вот ответ на этот вопрос, он не прост. Он не прост. Тут есть всякие штуки. Вот, кстати, есть замечательная книга Дэвида Дойча, написанная про это, называется, по-моему, ткань космоса, что ли, что-то в этом духе. Практически только про это написана книга. Очень интересно. У меня немножко личный такой вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете о космосе? Вот у меня просто, например, бывает чувство какого-то беспокойства, когда я начинаю представлять себе размеры Вселенной. Я смотрела видео как-то, ну, давно уже, где примерно виртуальная модель Вселенной представляет. То есть от земли там и на все удаление, удаление, удаление. И в конце я сидела в каком-то немножко, не знаю, экзистенциальном кризисе и вот так вот перев подбородок рукой и очень много, долго думала. А вот вы как себя чувствуете? Ну, вот смотрите, я занялся физикой, потом астрофизикой, значит, под воздействием такого интересного, еще совершенно детского впечатления, которое я получил после чтения «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова. Значит, во мне вызвал просто дикое бешенство. То, что сигналы передаются от цивилизации к цивилизации страшно медленно, и мы не можем войти с вами с ними в диалог. И вот что мне дало толчок, из-за чего я занялся физикой, мне ужасно захотелось узнать, с чем связано такое ограничение или нельзя ли его преодолеть. То есть, вот размышления о космосе, оно у меня вызвало очень острую эмоциональную реакцию, которая определила весь мой, так сказать, дальнейший жизненный путь. И, в общем, по сути дела, до сих пор она на меня действует точно таким же образом, вот, заставляя думать об этих вещах, заставляя охотиться за внеземными цивилизациями, так заниматься астрофизикой и всякой прочей умной физикой, вот и так далее. Вот такой вопрос. Спасибо большое нашему замечательному лектору Александру Дмитриевичу, спасибо большое всем слушателям, включая тех, конечно же, кто сейчас смотрит нашу трансляцию. На этом мы завершаем второй день нашей конференции, всех благодарим и хорошего всем вечера. Спасибо всем. Спасибо за интересные вопросы. Очень было приятно с вами поговорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,